Добрый день! Мы сегодня беседуем с врачом-ортопедом Старцевой Ольгой Юрьевной. Ольга Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Получается, первая, ну, самая, наверное, такая сложная и в нашем регионе частая проблема – это профилактика рахита. Как ее проводят, и вообще, что такое рахит, чем он страшен, чем он опасен, почему его надо профилактировать? Рахит, по-другому, это переводится недостаток витамина D. Витамин D участвует в метаболизме, то есть всасывание важного микроэлемента – кальция. Кальций нужен не только костной и мышечной клетки, но и нервной клетки для проведения нервного импульса. Так как мы живем не в солнечном регионе, человек может сам выработать этот витамин D, но ему нужно июльское солнцестояние, то есть определенное состояние солнца. Ему нужно оголенные части тела, куда бы могло попадать это солнце, тогда бы он мог выработать. Но так как темпы роста очень большие, высокие на первом году жизни, даже не на первом году, а до трех лет, мы проводим специфическую профилактику, то есть даем препарат готовый, витамин D, который будет нам помогать бороться с этим неприятным заболеванием. Если своевременно не оказать помощь, этот недостаток, то есть эти пустоты, изменения в тканях пойдут за ребенком всю его оставшуюся жизнь. И рахит может быть врожденным. Это не обязательно, что ребенок родился, да, и там своевременно не оказали. Это может быть из-за недостатка витамина D и кальция у мамы. То есть во время беременности нужно начинать лактику. Да, да, да. То есть надо обращать большое внимание на поливитамины, которые гинекологи назначают, естественную инсоляцию, то есть полезную, до 11 часов, если это летний период, и после 4 часов без активного, без участия активного солнца. Это прогулки, то есть рахит, он не только заболевание, которое лечится одним витамином D. Нужно и водные процедуры проводить ребенку, нужно проводить прогулки обязательно, своевременное ведение прикормов ребенку. И если ребенок у нас грудничок, то питание матери. А когда нужно начинать уже профилактику витамина D? Витамин D дается с 28 дня жизни ребенка. Есть различные формы, водный раствор, масляный раствор, то есть это уже подбирает или педиатр, или другой врач, который ведет этого ребеночка. Назначая, принятие рекомендовано вечерние часы, у нас есть определенный биохимический процесс, который как часики в нас работают. Лучше всасывание происходит, если ребенку выдаваться после 6 часов вечера данный витамин. Это относится к любым формам, да? Это относится к любым формам. И еще одна рекомендация, стараться поддерживаться одного и того же часа подачи этого витамина. Потому что витамин работает через гормонально зависимый орган, через коронавточников, которые в свое время тоже не надо сбивать. То есть надо подстроиться, чтобы все было, циркадные ритмы все были четкие в организме, тогда все будет усваиваться, поступать в организм ребенка. А когда дополнительно назначают препараты кальция? В каких условиях? Препараты кальция мы назначаем после 6-месячного возраста. Если мы видим, что увеличение дозы витамина Д для лечения арахита недостаточно, тогда назначаются препараты кальция. Но препараты кальция очень подбираются аккуратно и только врачом. Родителям самостоятельно я бы не рекомендовала. Есть особенности строения почек у ребенка, то есть это фильтрационный орган. И большинство препаратов кальция не приспособлены, чтобы пройти через мельчайшие вот эти трубочки, канальцы. Даже несмотря, что какую часть таблетки мы дадим, одну четвертую, одну восьмую, это без разницы. Ну то есть препараты кальция они должны быть адаптированы только по назначению врача? Только по назначению врача. А какие признаки вот такие арахита, которые мама должна увидеть и вовремя забеспокоиться? Один из первых признаков это потливость затылочной области малыша. Она происходит в покое, то есть при этом малыш не сосет грудь, то есть он не работает, он спит. Он спит в прохладном помещении, без подушки, просто на пеленочке. И мама отмечает, что на пеленочке под затылком стала образовываться лужица. А в дальнейшем вот это повышенное потоотделение в этой области приводит, что у малыша чешется кожа. Он начинает крутить головкой из стороны в сторону и вышеркивает себе затылочек. То есть как мы говорим, залысинка в области вот этот пяточок, в области затылка. Это уже говорит. Следующий момент – увеличение теменных бугров. То есть можно сказать, что у ребенка появляются маленькие рожки и уплощение затылочной кости. Это уже специалист, наверное, видит? Иногда это уже видит даже мама. Что касаемо других изменений, у ребенка меняется работа нервной системы. Ребенок может становиться более плаксивым, пугливым. То есть родители говорят, пугается звуков. Хотя маленький малыш до трех месяцев очень хорошо переносит различные звуки, хлопания дверей, входные звонки, телевизоры, сотовые телефоны. Но родители отмечают, что ребенок вздрагивать начинает. Понятно. То есть вот это все комплекс признаков, которые должны уже забеспокоить. Да. Обратить на это внимание родители обязательно должны. Если они это видят, самое идеальное, конечно, подойти к педиатру, сказать, что педиатр грамотно им увеличил дозу витамина Д. Есть профилактическая доза, которая дается всем детям. В нашем регионе она составляет от тысячи до полутора тысяч международных единиц. Это 2-3 капли. Лечебная доза, она уже подводится к 8 каплям. Но это все под строгим присмотром доктора. Она назначается временно, эта доза. И мы подключаем лабораторные исследования мочи. То есть некая проба Сулковича, которая нам помогает сориентироваться. Нуждается еще малыш в лечебной дозе или мы можем ее опять снижать до профилактической. Ну, вообще, мама, если имеет какое-то беспокойство на эту тему, она может отслеживать по анализам тоже ситуацию. То есть давать просто мочу ребенка на... Пробы Сулковича. Пробы Сулковича. Да. Понятно. Так, а что делать вот в уже более позднем возрасте, когда вот этот самый первый период миновал, ну, скажем, признак такой, что нет, своевременно не появляются зубки у ребенка. Это тоже, в общем, сигнал о том, что не хватает в организме, кажется. Время прорезывания зубов нет. Чаще всего это наследственный механизм. То есть вначале надо поговорить с родителями, то есть бабушками, с дедушками, попросить, чтобы они вспомнили, как у родителей этого малыша, во сколько прорезался первый зуб. Чаще всего мы выявляем, что у родителей в 9, в 10, у кого-то в 11 месяцев появился. Поэтому здесь паниковать не стоит. Надо остаться на этой же дозе витамина D и не нуждается ребенок в введении каких-то препаратов кальция. Если существует порядок прорезывания зубов, если вот как раз нарушается этот порядок прорезывания зубов, то здесь мы вмешиваемся уже с лечебными мероприятиями. Ну то есть это тоже может говорить о проблеме. Это не обязательно? Нарушение порядка прорезывания. Оно может нам указывать, что процессы всасывания кальция где-то нарушены. Понятно. А есть еще вот какие-то такие сигналы, которые могут сказать маме, что механизм усваивания кальция какой-то не совсем правильный? Да. Каждый ребенок подвергается обследованию УЗИ. Проводится тазобедренных суставов. Самое первое это в месяц проводится для исключения врожденной патологии. Это вывих бедра, подвывих бедра. Но в это время физиологическая незрелость. Ядерокостенение. Ядра начинают появляться к 3 месяцам. Если в 3 месяца у ребенка не появились ядра окостенения, это один из признаков нарушения всасывания витамина Д и кальция. То есть здесь мы тоже расцениваем результат УЗИ тазобедренных суставов. В дальнейшем, когда ребенок... Рахит может начаться в любой момент у ребенка, начиная, как я говорю, с момента рождения до 3 лет. То есть этот период, в принципе, в любой момент может начаться? В любой момент может начаться рахит. То есть родители, например, до года обычно активно дают. То есть они все под чутким наблюдением ежемесячным находятся. В тонусе, в таком хорошем. В хорошем. И у педиатра, и ежеквартально у узких специалистов, то после года уже все, родители считают, что не надо. Хотя еще интенсивный рост и достаточно большие нагрузки на опорно-двигательный аппарат в формировании навыков существует. Поэтому после года одни из признаков рахита – это деформация нижних конечностей. Она может быть икс-образная, она может быть о-образная. Деформация стоп может появиться после года. То есть ребенок все хорошо в годик ходил, в полтора. Видят родители, что стопа стала куда-то смещаться в области коленостопного сустава. Потому что, как я говорила, что витамин Д не только в обмене, да, и укрепление наших костей, но и мышц связок. Если не хватает, ребенок будет слабый, гипотоничный, малоподвижный, раздражительный такой ребенок будет. Надо обратить на это внимание. И еще один из признаков – это деформация грудной клетки. Форма грудной клетки у ребенка должна быть бочкообразная. То есть если разделить схематично на три этажа, то средний этаж по размерам должен быть шире, чем нижний этаж. У нас здесь меняется соотношение. То есть у нас идет сужение средней трети и расширение, так называемая нижняя апертура грудной клетки, оно расширяется и получается место бочки. У нас уже трапеция. Понятно. То есть это можно приглядеться к ребенку и выводить. Приглядеться к ребенку, да, и тоже своевременно обратиться на прием. А вообще до какого возраста витамин D3 рекомендуется принимать ребенку? В нашей стране до трехлетнего возраста. Потом уже не имеет смысла? Потом, если только есть какие-то индивидуальные особенности у человека, если у него есть аллергические реакции, потому что эти дети мало получают элементарным путем кольца, мы все равно вмешиваемся. Дополнительная процедура. Да, да. Или этот ребенок с высокими темпами роста, и по природе он астеничный этот ребенок, то есть он имеет длинные кости, длинные мышцы. Мы ему помогаем. Если, например, такая страна, как Голландия, дает вообще до четырех лет, и Европа достаточно очень, так сказать, внимательно отслеживает и понимает важность этого процесса, если мы его упустим в самом детском возрасте. Нельзя потом догнать и заполнить то депо, те пустоты, которые мы пропустили в самом начале. Понятно. То есть к этим назначениям врача нужно относиться серьезно и не считать, что ну а вось как-нибудь само пройдет. Да, но мы, родители, говорим, то есть вы все равно даете, но вы смотрите на реакцию ребенка. То есть витамин Д может вызывать и аллергические реакции, тогда мы меняем препарат. Есть дети, это очень маленькое количество детей, которые не выдают признаки несовместимости с данным препаратом. То есть даже на одну каплю препарата происходит реакция. Что происходит? Через полчаса после подачи ребенок начинает кричать, то есть его беспокоит колика, резкий спазм желудка, кишечника и так далее. Или ребенок становится, если он уже более такой активный, подвижный, возбудимый. То есть родители говорят, далее не можем усыпить. Он ползает, плачет, нервничает. На следующий день забыли по какой-либо причине, ребенок лег спать, уснул. То есть вот это и есть особенности всасывания, то есть индивидуальной какой-то непереносимости. На это надо тоже обратить внимание. Понятно. Ну а что делать в таком случае? Меняют препарат или это тогда на все препараты? Чаще всего отменяют вообще этот препарат. Если это действительно период, когда есть солнышко, мы рекомендуем где-то хотя бы лицо ребенка выставлять, кисти рук, мы проводим кварцевание таких детей или в домашних условиях, высчитывая биодозу, или в условиях поликлиники. То есть уже путем естественной инсоляции проводим профилактику рахида. Понятно. Ну большое спасибо, было очень интересно. Я думаю, что мы еще вернемся к этой теме как-нибудь. А у вас, если есть комментарии, вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok